МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Валда, и мы продолжаем прохождение Мафия Дефинитив Эдишн. Начинаем на паузе, потому что мало ли там могут по нам стрелять с того же самого места, где закончили прошлую серию, а именно эпичный побег, уход по крышам от полиции и от всего, в общем-то, города практически. Ну, погнали. Сразу же берем аптечку. Вот раз попробуем не спешить, попробуем... ...по-тихому, по-аккуратному, исполните все красиво. Угу. Этого парня дома явно никто не ждет. Судя по всему. Он здесь, говорит, наверху. Так, ну тут явно была выстрела в никуда. Тихо, спокойно. Ну, попал же, даже анимация была, хэдшот, он такая, звук такой. Типа как раскалывается арбуз. Сбоку-сбоку заходи, как они любят, говорят. Ну, да, говорить. Ну, поехали пониже. И поближе. Здесь тряпел кто-то развесил, блин, мешает. Все, сдох? Вроде да. Сверху еще один, вижу. Отправьте. Спокойно. Было страшно, думал, все. Так, ну тут уже, я думаю, Томми мне поможет. Томми для Томми, я бы сказал так, потому что нашего героя зовут Томми, если вы вдруг забыли. Ой-ой-ой, пацаны, вот тут. Пацаны, вы пуль не пробиваем, или я такой косой? Понял я. Был Томми, был Томми и нет Томми. Вот это, конечно, вообще дичь. Ладно. Семь патронов, друзья, семь патронов. Четыре патрона. Надо как-то у полиции, наверное. Чуть подсобирать. 21 уже поинтереснее. Что там служебный? Кто служебный? Револьвер. Вернее, не хочу. Так. Хоть. Так, бежим, короче. Просто бежим. Использовать лестницу. Понял. Принял. Наверное, чек-поинт, надеюсь. Чудеса акробатики показывает наш герой. Вот я бы, на самом деле, так и крем пошел. Не, ну если бы только ползком ползти. Потому что, ну, вот, представляете, там высота, да? Я высоты боюсь, ужасно. Ну, хотя не так, вроде, высоко кажется. Но это лишь кажется. Упадешь, нормально будет. Кости не соберешь явно. Ладно, поехали выше. Вскройтесь в храме. Ага, ребят твоих с собой забрал. Давайте берем ствол. От греха подальше. И спокойно так, потихонечку, не спеша, покинем данную локацию. Эх, знал бы, что тут геймплей-то осталось. Минут на пять в прошлой серии бы закончил сразу, чтобы уже как-то было бы логичнее, да? До конца миссии все пройти. Ну, ладно, ладно. Так, в общем-то, наверное, еще интереснее прервать серию на самом интересном месте, а потом продолжить уже в новой. Как бы низко мы ни пали, смерть — это искупление для нас. Уильям был грешником, верно? Но также он был любящим сыном, заботливым братом и верным другом. И во имя этих качеств мы помолимся о спасении души. А сейчас, я думаю, в ближайшем другу Билли хотел бы сказать парусу. Спасибо, отец. Я хочу отдать дань уважения. Билли, я никогда не говорил, но ты был мне как брат. Томми, ну что ты так зафейлил-то, господи, а? Дико. Фризы какие-то были неприятные. Ой, твою мать, а? Ой, прикурил, правда! Я не курю! Убей его и обратно укрытие. Быстрее, 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 быстрее. Вот сюда, зала, эти самые церковные, что это? Лавки, не лавки, хрен его поймет. Так. Убейте Джонни. Ну что, Джонни, ублюдок. Фига ты, автоматчик. Не надо, я не курю, я! Да, твою дивизию. ХП вообще ноль, сейчас сдохну. Ну да. Ну, классический традиционный фейл, где-то ближе к началу серии, да? Добавляет такой, изюминки некой, прохождением на эпик-тайп, поэтому это нормально. Надеюсь, щук помнит, начнется с храма, с этой перестрелки, с этой передряги. Жалко, патронов маловато, конечно. Было бы побольше, было бы поинтереснее. Да, отсюда же. Тут-тут-тур-тур-тут-тур-тут-тур. Сам, сука. Да беги-то вы, господи, ну что ты, Томми, ну. Ясно. Понял, принял. Ладно. Не хотите по-хорошему, будем по-плохому. Чего-то не сдох, а? Прикурил нормально. В целом, неплохо. Так, за этой колонной, понял. Перезарядил, 6 патронов потерял. Вот идиот, вот идиот. Ладно, тут поднял, нормально, пойдем на второй этаж. Ты мог давно остановить это. Ох, там долбаный, бешеный автоматчик. Ой, как больно. Аптечка. В этом городе по-другому не будет. Наверху, он на балконе. Так, прорываемся, берем Томми. А где, куда, ага, понял, туда. Хорошо, допустим. Да, как так-то? Ну, посмотри, ну что за глупости? Вот так уже поинтереснее. Блблюдок, стоять! Ну, вот так-то лучше. Фух. Что вы наделали? Убийство в Доме Божьем? Да. Они преступники, отец. Воры. Насильники. Убийцы. Но Господь принял бы их. Попроси они о прощении. Может быть, они могли бы помочь бедным во искупление своих грехов. Или могли спасти чью-то жизнь. Не могли бы, отец. Нифига, жив? Ох ты, мразь. Если хочешь исповедаться, лучше поторопись. Хватит крови, прошу! Простите, отец. Можете считать это божественным возмездием. Как-то вовремя, дружище. Теперь мы квиты? Да. Да. Пока что. Это компенсация. Мне не нужны грязные деньги. У них вы взяли. Как по мне, особой разницы нет. Это за то, чтобы залатать тут дыры от пуль. Из-за вашего молчания. Копам скажете... Что у стрелков был акцент с восточного побережья. Кут-то издалека. Ясно? Я не буду лгать. Просто ничего не скажу. Ладно. Мы бы очень не хотели возвращаться. Вот-вот. А ты где был, твою мать? Их парни узнали меня, едва я зашел в пуль. И тут же выставили из церкви. Где они сейчас? Там же, где и эти. Пошли! Надо убираться отсюда. Убийцы подозревают цыган. Ух ты, мать твою. Три звезды, друзья. Не дай ему выбросить. Я думал, в машину успею сесть. Не успел. Может, хорош уже умирать, Томми? Блин, почему нельзя просто сесть в машину и уехать? Нафига вот эта перестелка очередная? Перед церковью. Да, миссия, конечно, выполнена совсем нечисто. Казалось бы, просто убить управляющего, заработать отель. Убить этого чувака, сломанной рукой. Но нет. Не тут-то было. Так, патронов нету? Нету. Ладно, там большой радио. Дистанция большая, поэтому... Пистолет будет поинтересней. Аптечку бы дали бы хотя бы. Было бы здорово. Поехали! Быстрее, мать твою! Ты что, издеваешься? Меня сейчас убьют. Спасибо. Катафалк! Да, вот это, конечно, эпично. Но как скрыться от трех звезд, я, честно говоря, без понятия. Три звезды в мафии на классическом уровне сложности. Это практически считает, что пять звезд в ГТА. Подозреваемый затерялся в деловом районе. Мы его найдем. Кажется, уже нашли. Политная заметила и преследует подозреваемого. Копы прямо охренели от того, что ты устроил в борделе. Да. Там ад творится. Ну, я все... Аккуратненько, аккуратненько. Вообще все. Вообще все. По высшему уровню. Всего лишь с 15-го раза, между прочим. Имейте в виду, установлено заграждение. Ой, я понял. Итальяновский дрифт только что был на ваших глазах. Они еще не отстали? В родине! Должно быть, собрали всех легавых в городе. Подозреваемый затерялся в деловом районе. Мы его найдем. Раздавил чуть-чуть тетю. Полиция заметила и преследует подозреваемого. Блин, надо по мини-карте все-таки ориентироваться на эти тачки полицейские. Стараюсь. Ну, мать твою, жми и томи, сброси. Кого-то это так просто. Можешь сам за руль пересесть, если хочешь. Я и так пытаюсь, как могу. Мало хп. Осторожно. Блин, какие-то фрезы такие неприятные, вообще, честно говоря. Очень неприятные. Все, затерялись, отлично. Теперь главное, не нарваться на полицию. А, нет, опять полиция сзади преследует. Блин, да что ж такое-то? Или нет? Нет, все, уехала, отлично. Все, теперь тише, тише, не спеша. Нужно доехать до Бара Сальери. Надо бы как-то тачку поменять, на самом деле, было бы здорово. Всем машинам, отменить вагоню. Все. Слава богу. Постараюсь забыть этот день как можно скорее. Не говори. Я надеюсь, можно же, да? Или нет? Да, можно. Потому что на катавалке кататься, конечно, круто, но... Но не очень. Не говори. Давай вернемся в бар. Давай. Ты что, бросишь меня тут? Поехали! Ты идиот, ты в машине сидишь. Судя по всему, отлеживаться мы будем очень долго. Не парься. Спещенник будет держать рот на замке. Мы надрали зад Морелла. А тебя с Поли уже не обвинят в убийстве сына Геллоти. Все. Босс будет доволен. У меня много дел, Томми. Мы работаем или как? Чувак, я еду. Не гони на меня. Спокойно, спокойно. Хорошая машинка. Явно поуправляемее, чем катафалк. И по приемности в плане движка. Ты что, тупишь-то, я не понимаю. Ты там что-то обожрался наркотического, что ли? Или что с тобой происходит? Или напился в водке? Вернись в машину. Я из нее не выходил, идиот. Дирижабль. Ага. Так, ладно. Что, опять вчера всю ночь квасил? Идем уже. Идем, идем. Успокойся, родной. Что ты забаговала на этой миссии? Он считает, что я периодически из машины выхожу. Хотя я в ней еду. Наверное, из-за того, что я машину сменил. Ладно, превышение, не превышение, но нормалек. Арестуйте-ка идти. Ага, сейчас. Ну-ка, тихонечку, по чуть-чуть. Не спеша. Можно даже, пожалуй, включить все-таки ограничитель скорости. Китти, вот чертов, а. Долбанный придурок. Так, там копы. Отлично, все. На самом деле, когда одна звезда, всего лишь штраф берут. То есть, можно остановиться и заплатить штраф, не париться. Давайте, по-моему, из машины выйти и переварить заново. Может, поможет? Может, отбагает, отлагает? Садись, идиотина. У меня много дел, Томми. Нет. Так же сбаговала. Ну, видимо, на катафалке надо было ехать до Бара Сальери, но я просто посчитал, что, наверное, логичнее будет машину сбросить, раз она столько наделала шорох, и раз полиция знает, что мы на этой машине. Ну, видимо, игра считает по-другому, и поэтому немножко сбаговала в этом моменте. И поэтому вместо нормального диалога, или хотя бы молчания, мы слушаем его вот эти подгоняния периодически. Ну, ладно, главное, что мы подъехали, в любом случае, нормально. Мы уже на месте. Наш поворот. Сэм, спасибо, что помог мне. Ты бы сделал для меня то же самое. Знаю, но когда понимаешь, что жизнь на волоске... Господи, до чего паршивое чувство. Мне-то можешь не рассказывать. Просто не думай об этом. Вообще ни о чем не думай. Это самый главный мой тебе урок. Отличный урок. Просто ни о чем не думай. Ну что же, глава пройдена. Святые и грешники. Интермедиа, 38-й год. Господи, Томми, ты признался, что устроил перестрелку в храме. Самое веселье еще впереди. Ты же понимаешь, что я уже могу посадить тебя до конца твоих дней. Вероятно. Если сможете доказать хоть что-то. Но тогда вы не узнаете о Морелло. Простите, что долго. Моя смена только началась. Что будете? Два обеда, пожалуйста. И еще кофе. А знаешь, давай сразу кофейник. Сердечко-то не остановится от кофейника. Дернемся к делу. У тебя были проблемы после этой истории в храме? Это очень странно. Никаких последствий. Думаю, Сальери занес кому надо. Ведь это даже ни в одну газету не попало. Но мы залегли на дно. Месяцев на семь-восемь. Копы часто заходили в бар, показывали, что следят за нами. А Фрэнк узнал, что Морелло помогает Гелоте переизбраться, чтобы тот занялся доном. Мы нашли бухгалтерские документы в офисе Морелло. Тридцать третий год выдался удачным. Говнюк первым прознал о проблемах. Пока мы старались не высовываться, он начал отжимать наших клиентов. Сперва без шума пропали грузовики. Один клиент перепил и упал на машине с моста. Другой же вдруг закрыл свою лавочку и свалил на север. И вас это не смутило? Меня нет. Возможно, Поле что-то почуял. Но, несмотря на копов за нашей спиной, и на происки Морелло, мы отлично зарабатывали. Дон не хотел привлекать внимание. Так что нам оставалось квасить и развлекаться. Всякий раз, заходя в бар, я видел Сару. Славный был год, пока Фрэнк... Калетти, канцелярия Дона? Да, все верно. Он разъяснил мне. Да и вообще всем нам. А вас, парни, все чаще говорят в городе. Да, вчера слегка помахали кулаками. Ерунда. Я не про кабацкие драки. Я беспокоюсь, что ты приходишь в клуб и за всех платишь. Ну, надо же бабки тратить. Продуй их на воскресных скачках. Своди даму на шоу. Ну, или вложись во что-то. Что, стать парнишкой с Уолл-стрит? Недель зимню, Томми. Я пытаюсь объяснить тебе, как не оказаться в канаве. У тебя была собака, Том? Да. Дворняжка, в детстве. Мне было лет восемь. Мы еще жили на Сицилии. И была у меня красотка, Чернека Далетна. Шустрая, борзая. Не было собаки быстрее ее. Я встретил Дона. Мы стали проводить собачий бега. Ставили на нее мелочь, пустые гильзы. Ни одна собака не могла догнать ее. Пока в какой-то день она не пришла второй. Мы проиграли тогда складной нож. Но Дон пришел в беженство. Она состарилась? Нет. Залетела. Началась течка. Она сбежала. И каждый пес, каждый пес отымел. Ты как та собака, Томи. Соря деньгами, ты становишься сукой во время течки. И каждый в этом клубе мечтает тебя отыметь. А когда тебя отымеют, ты становишься бесполезен. Понимаешь, о чем я? Да, я тебя понял. Хорошо. Задумайся о своей карьере. Полли достиг потолка. Он хорош в драке, но умом не влещет и руководить не может. Сэм предан, но он недальновиден. А вот ты, Томи, мог бы однажды управлять городом. Что ж, я ценю это, Фрэнк. Так это... Что случилось с собакой? Да он хотел ее утопить. Я сломал ему нос. Высади меня здесь. Передавай привет Саре, Томи. Да, уж, друзья, интересная, конечно, была метафора насчет сравнения с той сучкой во время течки. А также, в общем-то, интересная история, в принципе, да. Загородная прогулка. 33-й год. В те дни всем заправлял Фрэнк. Планами, заказами, деньгами. Он мог позвонить хоть посреди ночи. А, Томи! Фрэнк просит тебя дождаться его в гараже. Похоже, тебя ждет работа. Спасибо, Луиджи. Сара там готовит, она принесет тебе поесть. Такой дождь? Ха! Умница, девочка! До завтра, Луиджи. Какая шляпа у него, конечно, просто. Тоже такую хочу, люблю такие шляпы. Так, что тут? Записка от Фрэнка. Луиджи. Эти книги Сара дала прочитать Марч. Вернее, Саре, пожалуйста, спасибо большое, Фрэнк. Знаешь, я так рад видеть, что Сара снова улыбается. Да, это хорошо, что Сара снова улыбается. Я бы сказал, даже прекрасно. Когда босс еще был при припоны, послали нас шлепнуть одного типа, какого-то грязного политика. Боря была страшная. И вот мы, значит, едем к нему в пригород. Улицы тогда освещались паршиво. Всюду темень, хоть глаз выколи. В общем, приехали на место. Выходим из тачки. И тут, как ударит молния. Вдруг я вижу на лужайке голову. отрезанную. Лежит с открытыми глазами и смотрит. Как ты гонишь? Той ночью какие-то парни нас опередили. Грухнули его первыми. Много врагов у него было. А тело, кстати, так и не нашли. Интересные, конечно, их там байки. Очень интересные. Ну ладно, у нас дела. Нас ждут дела, друзья. Некогда нам их истории слушать про отрезанные головы. Прости, что долго, Том. Мы с Доном перепроверяли цифры за тот месяц. Ничего. Что за работа? Тебе нужно немножко помочь Сэму и Полли с сегодняшней поставкой. Выпивка? Прямо из Канады. Что нужно делать? Сэм ждет наших друзей с севера на ферме рядом с городом. Полли присмотрит за доставкой товара на наш склад. Но ты должен поехать с ним. Будь настороже. Проследи, чтобы не было проблем. Хорошо. Возьми тачку у Ральфи и найди Полли на складе. Он прихватил стволы на всякий случай. Да, Фрэнк. Сделаю. Славно. Прошу тебя, достать канадский товар в сохранность. Понимаешь, он уже присмотрел для себя этот ящик. Так, ну давайте. Проезжайте на склад с Алири. Если хочешь эту тачку, бери ее в доме. Спасибо, не спишь. Я посплю, когда уснет Фрэнк. Знаешь, совсем он нас загнал. Морелла отгрызает куски от нашего бизнеса, Ральф. Поставки бухла наш козырь. Хоть здесь мы впереди. Но я только в тачках с мыслью, дом. Я снова сменил номера на всякий случай. Увидимся утром. Ладно. Ну что же, красава, Ральфи. Давайте поглядим. Тут тоже, наверное, что-нибудь посчитать имеется интересного. Посмотрим. Я и мамуля. Замечательно. Какая прелесть. На втором этаже что-нибудь есть или может здесь? Так, тут ничего не вижу. Может на втором этаже тогда посмотреть? А вот что-то интересное. очевидные какие-то рассказы, журналы, говорят, шляпа, короче, никчемная. Ну так, чисто для коллекции может быть и пригодится. ну, тоже что-то есть. А, это оружейный склад. Ну, кстати, я бы зашел на оружейный склад, на самом деле, прежде чем машину брать. Давайте, пожалуй, так и сделаем. Машину взять мы еще успеем, а вот на оружейный склад надо зайти. господина Венченца, он же просто Винни. Здорово, родной, спишь, что ли? Понятно. ох-ох-ох, ну, посмотри, что здесь есть, а? Карманный револьвер, служебный револьвер, пистолет Магнум, пожалуй, Магнум это то, что нужно. Дробовик. Великолепно. Можно еще ножик взять. зачикать кого-нибудь. Проверим, не? Не работает. Нажимаю курок, не работает. Ладно. Значит, оружием затарились, чуть было нескало закупились, но для нас же все бесплатно. Берем тачку и поехали. серия, правда, пора уже заканчивать. Ну, давайте еще минут пять, наверное, продлим ее чуть-чуть, хотя бы доедем. Шуберт. Так, радиус сразу напрочь. Ох, Шуберт. Резвый. Не ожидал я. Тачка-то вроде такая громоздкая, длинная, большая, габаритная, но при этом, блин, гонит только в путь. Ну, погодка. Так, сбросим скорость, там копы впереди. Не хочу, чтобы меня опять пытались арестовать за превышение скорости. Даже, пожалуй, поставлю пока ограничитель, пока они сзади едут. Сейчас мы от них сварим, потом уже снимем ограничения. Вот, теперь можно выключать и полный вперед. Да, в графическом плане, конечно, блин, разработчики из студии Ангар 13 сделали просто что-то невероятное. Очень красивая игра, выглядит просто потрясающе, ну, в сравнении с первой частью. Да и так, в принципе, как отдельная игра, если рассматривать ее, тоже вполне себе графончик приятный. Но, учитывая то, что это, грубо говоря, переиздание первой части, то, как выглядело первой части, сравнить с этим, это просто день и ночь. С ног сшибательная разница. Охрененно. Очень красиво. Кстати, движок использовался на этот раз для переиздания от Мафии 3. И, кстати, напоминаю, что Мафия 3, так же, как и Мафия 2, на канале пройдена полностью. И в плейлистах вы можете найти соответствующее прохождение и посмотреть его, если вам это интересно. Если вам не хватает серии по Мафии, то милости прошу в плейлисты. Там есть прохождение Мафия 2 и Мафия 3 полное. Красиво, да, смотрите, как брикуют фары на дожде. Прикольно. Вроде такая мелочь, но приятно. Ох, блин, скорость, конечно. Я бы даже немножко затормозил, потому что боюсь. что если мы врежемся в стену здания, это будет фатально. Ну, или вот так вот в машину, да, посмотри на это, просто как ее подкинуло. Ну, тачки не то, что сейчас современные, да, которые весят меньше тонны. Эта тачка весит, наверное, тонны полторы-две, то есть такой маленький танк на колесах. Ну, и, соответственно, когда в тебя влетает полторы тонны, естественно, тебя откидывают там, переворачивают только в путь. Довольно много такси ездит в столь поздний час. По прямой можно немножко и подтопить. Хотя вообще будет пора лучше скинуть. Ну, и так, чуть-чуть сбросить. Ну, кажется, приехали, друзья. Давайте, наверное, уже запаркуемся, как полагается, в следующей серии, а здесь, на этом месте эту серию закончим. Надеюсь, что вам она понравилась. Пишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете. Не забывайте ставить большие пальцы вверх. Ну, и, конечно же, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить продолжение. Ну, а для вас играла комментировал Валдай. Это была игра Mafia Definitive Edition. До новых встреч. Пока-пока.